вы сене вот если вы копнете чуть-чуть подальше от ленина до носили ленин создал там то ли нас удалось но ленин же не создал динозавров правда поэтому можно вернуться немножко вот когда еще ленина не было представьте от времени время глине на не так и у нас что вот если мы посмотрим на старинные карты например 12 века ну старинный это значит же 17 век лишь 16 вот представьте пример тысячи лет назад вот тысячи лет назад была золотая орда так была киевская русь они и эти вот карты обозначены на всех картах москвы не было так значит получается у нас есть киевская русь у нас есть золотая орда да и посередине были болота так назывались они заречье так хорошо и теперь а на этом месте где-то залези залези появляется слово москва ну не москва а московия получается с одной стороны киевская русь с другой стороны золотая орда и посередине маленькая такая сосиска сосисочка московия так и вот так все идет 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 получается киевская русь развивается ну то она входит в литовская княжества выходит золотая орда что там между собой постоянно резня они там чингизиты между собой рублю достигает какие-то с новых владений потом меняются и посерединке такая вот сосисочка москва так не написано было россия потом потом в 17 веке не 17 18 петр придумал слово россия но это потом понимаете это потом изначально была киевская русь и а золотая орда а потом появилась и московия получается если мы вернемся во времена петра первого россиян не было были московиты была киевская русь была золотая орда и московиты то что вы сейчас называете с россиянами это вот понятие именно 21 века ну 20 я даже не думаю что за там веке вы нас назывались россиянами мне кажется в этом назывался советским народом что такое да по слову россияне этого слова не было никогда никогда и вот его его очень трудно было найти я вы можете найти золотую орду на любой карте мира на любой в любое в любые в любые века ну пока это золотая орда не рассталась распалась потом можно теки вскрусь абсолютно ли на любой картах она написана разными языками какими угодно есть московия до начиная с 12 века вы будете видеть московия нет никакой россии поймать если вас нету но вы не может сказать что вы были вас вас никогда не было потом появилась царская россия но это потом царская россия вот это был уже 18 век всего лишь 200 лет но вы не можете что 200 лет есть россия опять же отмечалась на карте как московия понимаете и дальше дальше скажу я скажу почему москву потому что в москве от открывались железные дороги москве открывались вот все что было там интересного зоопарки дороги железные дороги до магазины фабрики заводы шоколадные фабрики это тоже было связано только с москвой это не было в разных городах этого не было московия захватила все княжества там рязанские курские новгородские для того чтобы использовать ресурсы она не захватила чтобы их развивать например америка она же вся развита америка вся развита америка развита вся по дорогам по метро по солнечным батареям по бизнесу везде одинаково в москве все стекается вот в одну лузу найти в москву все и мы имеем перед собой например начало двадцатого века и даже в начале двадцатого века горький называл себя или там людей вокруг себя не россиянами он называл их московит москаля московиты но я серьезно говорю я я хорошо знаю литературу я перечитываю литературу я все мы удивляюсь почему у русских не было название одинакового понимаете не было не было так вот были были москалиты москаля были украинцы бил были белорусы были чеченцы были грузины были буряты были казахи да вот так вот слово россияне мне кажется вообще придумал только путин россияне когда это появилось я вот все ими советский народ советский народ все до советского народа была царская россия что дам не благих россиян пушкин не был россиянин толстой не был россиянин ломоносов не было россиянина Лермонтов не был россиянином Не было никаких россиянином Эти, а как его зовут Чапаев не был россиянином Гагарин не был россиянином Не было такого понятия россиянин Вы все тут себе придумали Вот сейчас вы россияне Вот сейчас вы воюете в Украине Вот сейчас вы россияне Но вашей дедушке, вот мой дедушка не был россиянином Он был из Воронежской губернии Вот, он был из Воронежской губернии Моя бабушка была из Киева из Украинской республики Киев, да, из Украинской республики из Киева. А дедушка был из Воронежской губернии, да, вот. Не было никакой России. Вот то, что вы сейчас говорите, Россия, Россия, да, у России, даже нет флага, который бы имел длительность, историю. Нет такого флага. У вас же нет флага, который переходит на 200 лет назад. Нет. 300, 400, 500, 600. Сколько лет вашему флагу? Ну, даже смешно. Вашему... Все флаги, которые вы знаете, имеют огромную историю. Вашему флагу сколько? 70 лет. Ну, это стыдно. Ну, серьезно, стыдно. Вот этому стыдно. Вашему флагу 70 лет. И вы что-то хотите машетесь своим этим абортышем перед флагом Украины? Вы серьезно?